Добрый день, друзья! Меня зовут Андрей, компания Алегрия. Я рад всех вас приветствовать в городе Ланасеев. В этот солнечный день мы решили посетить урбанизацию Колома и посмотреть одну замечательную виллу, которая имеет одно большое преимущество по сравнению со всеми, и ее цена всего лишь 265 тысяч евро. Согласитесь, найти дом отдельный, да еще и с подвальным этажом за такую цену в нашем регионе это большая редкость. Мы с вами находимся у входа на придомовую территорию. И, как вы видите, здесь сразу же видно, почему стоимость этой виллы всего лишь 265 тысяч евро. Это, скажем так, базовое благоустройство, которое делает застройщик. Он засыпает территорию граем, здесь нет системы автополива, здесь нет естественного газона. И, с одной стороны, это хорошо, с одной стороны, не очень. Кому-то нравится более зеленый цвет, кому-то нравится, что здесь участок не будет требовать никакого ухода, то есть не будет лишних расходов. Но, в любом случае, если вам не нравится этот граем, всегда можно его поменять на искусственный газон или естественный газон, это уже по вашему желанию. Но нужно учитывать, прежде всего, что цена этого дома, довольно-таки большого дома, всего лишь 265 тысяч евро. Итак, мы переместились немножко на другую уровень участка, и здесь, по сути, должен располагаться бассейн. Его здесь нет. Почему? Потому что, опять же, цена дома довольно-таки маленькая, и застройщик делает бассейн по желанию клиента. Кому-то бассейн нужен, кому-то нет. Кто-то говорит, что зачем мне бассейн, если есть море. Но, с моей точки зрения, иметь бассейн в Испании – это привилегия, которую не стоит отбрасывать. Ну вот, мы с вами попали в дом, и сразу же приходим и видим, что здесь есть система домофон, видеосвязи с калиткой, что, в принципе, очень удобно, когда к вам будут приходить гости. Через маленький коридорчик мы попадаем в зал, в главную комнату этого дома. Здесь предусмотрены розетки по телевизору, естественно, причем даже в нескольких местах. Вы можете расположить диваны так, как вам будет, в принципе, удобно. И есть небольшой аппендикс, в котором расположена кухня. Этот дом еще не до конца закончен, здесь идут еще работы, поэтому мы не можем обказать, как он будет выглядеть в конце. Здесь очень хорошо идут продажи, мы просто не успеваем выхватить дом, который уже будет заполнен всей мебелью. Но здесь вы, как вы можете видеть, здесь кухня идет двухцветная, то есть верхний топ кухни сделан под имитацию дерева, и низ белый классический, что делает небольшой такой элемент дизайн, направляет. Что будет входить в стоимость? Будет входить стоимость вытяжка и варочная панель. Все остальное вы должны будете докупить сами за свои собственные деньги. Но, опять же, здесь есть небольшой сюрприз, который я расскажу вам чуть попозже, который вам позволит не только купить технику в кухне, но и обставить ваш дом. Из зоны кухни мы попадаем с вами на террасу. На этой террасе, если вы будете смотреть рендеры, вы можете увидеть то, что здесь многие ставят обеденный стол. Здесь есть навес, то, что вы будете защищены и от солнца, и от осадков, когда они здесь будут. Очень удобное место, просторное, широкое, то есть из зоны кухни всего лишь два шага, и очень удобно накрывать стол для гостей или для просто семейного ужина. На первом этаже также расположен небольшой санузел. По желанию, конечно, сливу можно превратить и в душевую, но здесь в стандарте идет умывальник и сам унитаз. Здесь также есть небольшая спальня, гостевая спальня, с большим панорамным окном и системой жалюзи, которая находится вот здесь. И, в принципе, очень удобно, можно сделать затемнение. Мы с вами поднимаемся на второй этаж. Это замечательная вилла. Всего здесь четыре уровня, и мы вам, конечно же, покажем все их. Сейчас мы находимся на, скажем так, спальной этаже этой виллы. И сразу же слева от меня просторная душевая комната с большой душевой кабиной и окном, которое дает, естественно, освещение. Мы двигаемся дальше. Здесь установлена система охраны. В принципе, очень удобно. Вы можете отсюда управлять системой охраны и открывать дверные ворота. Здесь, в принципе, предполагалась еще одна спальня. Но по желанию собственников этого дома, они преоборудовали ее в гардеробную. То есть сделали очень большую гардеробную, которая здесь позволит разместить все вещи, которые есть в доме. Дальше мы попадаем в главную спальню. Почему в главную? Потому что она самая большая в этом доме. Здесь есть встроенный шкаф и собственная душевая комната. И, конечно же, два окна и две маленькие террасы. Одна справа, одна слева. Уютная, светлая комната. Из-за того, что здесь есть два окна, солнце будет здесь практически целый день. Одна особенность этого дома. Некоторые двери для экономии пространства, чтобы было удобно ими пользоваться, сделаны в виде купе, что очень позволяет экономить внутреннее пространство и использовать его по максимуму. Многие из вас, наверное, подумали, Ну, раз вилла стоит дешево, то, наверное, местоположение участка находится в известном месте. Поэтому я хочу развеять этот миф. Мы сейчас поднялись с вами на третий уровень, на уровень солярия. И, как вы видите, здесь вокруг все очень зелено. Здесь сформировавшаяся урбанизация. И самое главное, что здесь есть виды на море. То есть вы не находитесь где-то на горе, где-то непонятно где. Вы находитесь в хорошей урбанизации состоявшейся, которая окружена сосновыми деревьями. Очень тихо, очень спокойно и очень зелено. Это очень важно. Что здесь на солярии? Здесь, естественно, стоят машины для кондиционирования воздуха. Здесь выведено электричество, вода. Вы можете, в принципе, здесь сделать летнюю кухню. Вы можете здесь поставить шезлонги. Вы можете использовать это помещение и эту площадь так, как вам захочется. Но здесь потрясающие виды на море. Вокруг все очень зелено. И я думаю, что здесь очень приятно будет проводить время вечерами, а может быть даже и днем. Хотел заметить еще один немаловажный факт. В этой урбанизации уже практически построены все дома. Даже на тех участках, которых еще нет дома, уже отлита структура. Это очень важно. При выборе вашего дома вы будете иметь возможность оценить видовые характеристики с каждого этажа уже на этапе покупки. То есть вам не придется выдумывать, что-то придумывать, в голове домысливать. Вы уже будете знать точно, что, например, со второго этажа вот этого дома у вас будет вид на зеленые сосны. С третьего этажа у вас будет вид на море. И самое главное, что здесь есть выбор. Здесь участки расположены в разных частях этой урбанизации. Вы можете выбрать один или другой, который вам больше подойдет под ваши видовые характеристики, которые вы ищете, или просто по вашему вкусу. Мы с вами спустились в подвальный этаж. Да, есть здесь подвальный этаж. Он довольно-таки большой. Получается практически целая, наверное, площадь зала, которую мы видели, плюс кухня и спальня. Что здесь можно сделать? Да все, что угодно по вашему желанию. Здесь, именно в этом апартаменте, в подвале планируется сделать апартамент. Здесь есть подводка под кухню. Здесь можно организовать отдельную спальню. Здесь можно сделать санузел. То есть, этот этаж свободной планировки, вы можете здесь делать все, что хотите. Что можно сделать? Можно сделать, как хозяева этой квартиры, сделать отдельный этаж с отдельным ходом и сдавать этот этаж в аренду и получать определенный доход. То есть, компенсируя расходы на содержание дома и, может быть, даже что-то зарабатывать. Здесь можно сделать большую игровую комнату. Здесь можно сделать еще несколько спален. Это место свободной планировки. Вы можете и вольны делать с ней, что хотите и как хотите. Здесь есть эта площадь, которая вам, по сути дела, достается бесплатно. Ну что, давайте теперь поговорим немножко о технических характеристиках этого дома. Еще раз напомню его цену. Его цена 265 тысяч евро. Конечно, цена зависит от участка, который вы выберете. Есть участки подешевле, есть подороже, но примерный порядок цифр такой. Площадь самого участка примерно 400 квадратных метров. Есть побольше, есть поменьше. Опять же, у вас есть выбор. Вы можете выбрать тот, который понравится именно вам. Привязку к квадратным метрам я бы не ставил в голову угла. Я думаю, что в Испании достаточно и трех, и четырех соток земли для того, чтобы посадить несколько апельсинов и сделать хороший бассейн. Площадь самого дома – 221 квадратный метр. По его задумке, его автора, архитектора, здесь предусмотрено 4 спальни, 2 санузла и 1 гостевой туалет. Опять же, не это все без учета подвального этажа, в котором вы можете сделать еще дополнительные спальни, вы можете сделать еще один санузел, вы можете поставить там ванную, джакузи, все что угодно. Соответственно, именно в этом доме, который мы с вами посмотрели, хозяева решили изменить немножко планировку и сделали из одной гостевой спальни, сделали большой, удобный гардероб, который они будут использовать для хранения своих вещей. Решение за вами, вы можете играть в планировку, вы можете играть назначением комнат. Хорошая цена, отличное месторасположение. Я считаю, что это один из таких идеальных объектов, которые сейчас есть на рынке по соотношению цена-качество. Ну что ж, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Настало время сказать вам про небольшой сюрприз, который пригастоивал вам застройщик. Как я и говорил ранее, этот сюрприз позволит вам купить не только технику в дом, не только кондиционеры, но даже установить мебель. Дело в том, что застройщик приготовил всем покупателям подарок в размере 10 тысяч евро, который вы можете потратить на обустройство вашего будущего дома. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова